Совет Безопасности РФ высказался за признание независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Президент Владимир Путин обещал вынести решение по этому вопросу. Обстрелы диверсанта и расстрельные списки. На фоне кризиса вокруг Украины идет информационная война. Президент России Владимир Путин выслушал в понедельник членов Совета Безопасности РФ, который высказали за признание независимости самопровозглашенных республик Донбасса и пообещал, что решение по этому вопросу будет им принято в тот же день. На заседании Совбеза глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западным партнерам можно дать последний шанс тем, чтобы они убедили Киев исполнить минские договоренности. В противном случае нужно принять решение об их вхождении в состав России. На что Путин ответил, что речь идет не о вступлении, а о признании независимости. Мы хотим определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращение руководителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к России с просьбой признания их суверенитета. Тем временем подтвердилось, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкиным состоится 24 февраля. Обсуждается и вопрос о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Одной из тем станет ситуация вокруг Украины. Это приветствовали в Киеве, но потребовали своего участия. Если Путин встречается с Байденом, они могут встречаться. Если будет обсуждаться вопрос о нашей стране, без нас никто не решит наши вопросы. Это будет сделано только при нашем участии. По словам российского президента, глава Белого дома заверил его, что Украину не собираются принимать в НАТО уже завтра, и что возможен мораторий на ее вступление в Альянс. На фоне кризиса вокруг Украины идет информационная война. США обвинили Россию в составлении списков украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения. В Кремле назвали информацию ложью. ФСБ России сообщили об уничтожении двух диверсионных групп военных Украины на границе с Россией. Также утверждается, что выпущенный из территории Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. Украина не совершала атак на Донецк и Луганск, не отправляла диверсантов или БТР через границу России, не обстреливала территорию России, не обстреливала погранпереход в России, не проводила диверсий, написал в твиттере глава МИД Украины. В последние дни обстановка в Донбассе резко обострилась. Представители самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и Киев обвиняют в этом друг друга. В минувшую пятницу главы непризнанных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По данным МЧС, в Россию из Донбасса уже прибыли более 60 тысяч человек. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует и не проводит никаких наступательных операций, потому что не хочет войны. Под Киевом тренируются новобранцы Грузинского национального легиона. Это подразделение было создано в 2014 году из грузинских граждан и принимало участие в боях на востоке Украины. Сейчас, по утверждению командования, легиона – это интернациональная команда из многих стран мира, включая даже Бразилию и Анголу. Инструкторы из США и Великобритании, которые обучают новобранцев, отказываются называть себя наемниками. Они утверждают, что сами решили приехать сюда и денег не получают. Я был на контракте на Ближнем Востоке. Я увидел, что происходит здесь и сказал, а к черту, запрыгнул на самолет и вот я тут. Лицо я не показываю, потому что пара ребят, которые показали лица, оказались в разыскных списках ФСБ, так что я не хочу, чтобы меня пристукнули русские. У грузинского легиона и его лидера очень неоднозначная и непрозрачная история. Однако в руководстве подразделения категорически отрицают всякую связь с экстремизмом и криминалитетом. Но совершенно не скрывают антироссийских настроений. У моей семьи большая история борьбы против российской агрессии. Большинство моих предков погибли, сражаясь с русскими. В непризнанных республиках Донбасса еще в субботу была объявлена всеобщая мобилизация. Собирают мужчин от 18 до 55, независимо от опыта службы. А в понедельник, на фоне резкого обострения ситуации, в Луганске начали призывать и мужчин старше 55. Волнение есть, естественно. Дурак только не волнуется, вы же знаете. Ну что ж, я допущу так, что сейчас придут укронацисты и будут что, моих родителей убивать или издеваться над детьми? В Донбассе заявляют об участившихся обстрелах с украинской стороны, в частности в районе Донецкого аэропорта. А в ночном понедельник в Горловке сообщили о падении снарядов в районе школы. В Киеве категорически отрицают, что отдавали приказы на обстрелы, тем более наступление. Глава Минобороны России Сергей Шойгу также не исключает, что инциденты – результат действий не военного командования, а националистических батальонов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Швейцарский банк Кредиссюис отверг обвинение в недобросовестной деловой практике после того, как журналисты опубликовали расследование о клиентах этой финансовой организации, основанное на утечке данных о счетах. Речь в общей сложности идет о 18 тысячах счетов, открытых в банке с 40-х годов прошлого века по 2010-й, с суммарной капитализацией в 100 с лишним миллиардов долларов. Расследователи выяснили, что среди клиентов банка значатся семьи высокопоставленных политиков и люди, обвинявшиеся в различных преступлениях. В Кредиссюис отметили, что представленные журналистами материалы носят преимущественно исторический характер и основаны, цитата, «на частичной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста». Конфиденциальные материалы о деятельности Кредиссюис изначально получили журналисты немецкой газеты «Зюддойче Цайтунг». Они поделились ими с коллегами из 39 стран. Три человека погибли в результате крушения истребителя F-5 ВВС Ирана, разбившегося в понедельник утром в районе Монахэма в Тебрезе. По словам представителя «Красного полумесяца», самолет врезался в здание школы и один из погибших – местный житель. Школа была закрыта из-за пандемии коронавируса. На месте крушения вспыхнул пожар. По данным местных властей, пилот мог катапультироваться, но не стал этого делать, стараясь увезти истребитель от жилого квартала. ВВС Ирана имеют на вооружении в основном российские истребители «Миг» и «Сухой», построенные еще в советское время, а также несколько китайских самолетов и американских истребителей F-4 и F-5, выпущенных до Исламской революции. Австралия полностью открывает международные границы для вакцинированных путешественников. После почти двух лет режима закрытых дверей на фоне пандемии. Уже в первые сутки в стране принимают более 50 международных рейсов, в том числе и США, Канады, Великобритании, Сингапура и Япония. Событие, которое стало настоящим праздником для разлученных коронавирусом семей и друзей. Моя ситуация такая, я живу в Канаде, а родители здесь, в Австралии. И я не мог навещать их с самого начала пандемии. А эта пара надеется, наконец, сыграть такую долгожданную свадьбу. Боже мой, сколько раз мы пытались воссоединиться, не пересчитать. И вот, наконец, граница открыта, и так вовремя, за три дня до свадьбы. Как только появилась информация, мы забронировали номера, билеты. Я счастлив. Крупнейший штат, Западная Австралия, последует примеру других частей страны и начнет пускать туристов с 3 марта. Морковь из вашего региона, куриный шницель с органической фермы. Все больше европейских потребителей придает значение географической близости происхождения продуктов питания. Информация об этом уверена в Министерствах сельского хозяйства Австрии и Германии. Должна быть в обязательном порядке указана в маркировке продовольственных товаров во всех странах Европейского Союза. Покупатель имеет право знать, где именно были выращены для забоя домашние птицы или скот. Это же касается фруктов, овощей и риса. Для рыбы должен быть указан район вылова. Элизабет Кёстингер и Джем Оздемир, главы соответствующих ведомств Австрии и Германии, в ближайшее время ознакомят с совместной инициативой своих европейских коллег. В данном контексте, как ожидается к концу года, Европейская комиссия представит законодательное предложение об обязательной маркировке пищевых продуктов на лицевой стороне упаковки в масштабах всего ЕС. Активисты требуют, чтобы в маркировке содержалась и информация о том, в каких условиях были выращены животные. В матче всех звезд НБА, который прошел минувшей ночью в Кливленде, ярче всего зажглась звезда Стефана Карри. Разыгрывающий Голден Стейта набрал по ходу игры 50 очков и закономерно был назван MVP встречи. Большую часть этих очков Карри набрал бросками с дальней дистанции, подтвердив свой статус лучшего снайпера ассоциациям. Он реализовал в общей сложности 16 таких попыток и установил новый рекорд матчей всех звезд. Ранее лучшим показателем было 9 дальних попаданий. Карри играл за команду Леброна Джеймса, который также был заметен на паркете, долгие годы бывшим для него домашним. Джеймс набрал 24 очка и забил победный бросок 163-160. В команде Дюрента лучшим стал центровой Джоэл Эмбит, набравший 36 очков и сделавший 10 подборов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова